привет рада вас приветствовать и также хочу увидеть ваши комментарии о чем должны содержаться ваши комментарии о том то что у как идет у вас подготовка к школе как вы подготавливаетесь и что вы закупаете и возможно собираетесь закупать это видео я хочу сделать для девушек подсказать какие вещи понадобятся для того чтобы пойти в школу и показать несколько ошибок которые не должны совершать девушки да категория не из одежды и не с констоваров итак начнем летом мы все пользовались раздоцветными лаками просто сияли наши ногти красочными оттенками но увы школе такие оттенки не особенно и нужны в основном пригодятся нюдовые оттенки сентября скоро и хочется выглядеть очень красиво не только заботиться в летние каникулы и в отпуске о своих волшебных ногтях но и продолжать дальше чтобы они также у вас были красивые эти предметы вам очень пригодятся в школу носить вот такие вызывающие яркие оттенки нельзя это не приветствуется особенно в школе и поэтому придется стирать все эти одноцветные оттенки на нам приветствуется вот такие оттенки для школы вам никто не скажет замечание что у вас слишком накрашены ярко ногти каждая девушка хочет прийти красивой и чтобы ее прическа была просто великолепной и для этого понадобятся очень такие милые волшебные помощники которые я сейчас вам покажу не забудьте помыть голову шампунем или сделать маску для волос и также высушить свои волосы потому что утром у вас не будет совершенно время для того чтобы помыть голову если только вы не встанете как жаворонок утром дальше вам понадобятся вот такие замечательные предметы которые сейчас перед вами для того чтобы создать прическу закрутить кудри или что-то сделать замечательно закрепить все это дело и быть обаятельны и красивой же дальнейшее будет а предметы которые я хочу вам показать в основном они будут касаться для макияжа не делайте слишком очень яркий макияж вас просто отправить в туалет чтобы вы умылись и сейчас я вам покажу подсказку вот такими яркими очень сочными оттенками не рекомендуется использовать для того чтобы ходить в школу о них можно временно забыть но использовать можно их только для праздников или для выходных создание макияжа особенно для глаз можно использовать нюдовые оттенки которые не слишком яркие и они как бы придаст вам очень нейтральный макияж но брови оформлять естественно тоже нужно потому что у многих брови выгорают на солнце и иным муж немножко придать оттенки более такие темные чтобы видно было что у вас есть эти брови пудра пудру тоже можно использовать но легкую чтобы не было заметно что у вас очень много на лице пудры и также не приборщивать правильно с тональными основами потому что тональная основа она иногда может меняться в зависимости от света допустим при дневном свете она одна а при уже как бы таком в помещении свете да уже другая поэтому конечно лучше не перебарщивать пускай лучше кожа дышит тем более в течение дня особенно в школе не особенно хороший кондиционер бывает чонки я знаю что у всех красивые ноги и нужно естественно и красиво преподать одевая чулочки или щелки не забудьте пожалуйста как вы сами уже догадываетесь чтобы как бы не испортить внешний вид многие девчонки оденут юбочку естественно колготочки чтобы все было красиво изящно не забудьте побрить ноги я знаю что каждый девушка имеет свою косметичку в которой хранятся очень много вещей которые ей понадобятся в школе но не забывайте никогда положить в эту косметичку очень хорошую вещь которая вас выручит и вы не будете уже комплексовать да это прокладка да это прокладка для того чтобы у вас не было конфузов просто положить ее а в косметичку и вы будете сидеть на уроке очень уверенно также не забывайте брать с собой дезодорант который вас также а выручит в классе очень долго приходится сидеть и подмышки потеет и запах издают очень неприятно поэтому не забывайте класть свою косметичку дезодорант который вам больше подходит незаменимые средства если вдруг у вас нету возможности вымыть руки выручит вас гель для рук не забудьте взять с собой расческа она может быть вот такая маленькая миниатюрная два в одном тут и расческой зеркала или вот такая позитивная она тоже два в одном она расчесывает и плюс вы можете посмотреться в зеркало если вам нравится что от вас идет шлейф замечательных запахов то можно использовать вот такую бутылочку собой но она неудобна очень тяжелая и не выгодно такую можно взять вот такую травала здесь перекачиваете вы свои любимые духи или туалетную воду и все вуаля и вот такие твердые духи которые также пахнут как и все остальные брызгающие спреи так что они вот такие маленькие миниатюрные очень удобные и у вас от первого учебного дня разболел слишком сильно голова или его от волнения разболелся живот не забывайте брать с собой вот такой маленький контейнер который вы можете положить активированный уголь ножку или от головы это может быть и норафен или другое средство которое вам больше подходит чтобы губы у вас не пересыхали возьмите с собой гигиеническую помаду вот такая милая вещица которая думаю что возможно и заинтересует всех девушек это два в одном здесь тушь и тени жидкие которые можно накрасить они как бы такого нейтрального оттенка если вы растушевываете их и они не такие яркими и становятся поэтому маленький такой атрибут два в одном очень выгодно это тушь и жидкие тени утро можно сделать маску для лица чтобы освежить немножко свои личико после допустим вы 31 числа погуляли очень хорошо и вам нужно освежить свое личико маска у вас просто выручит лицо можно умыть гель для омывания скраб для того чтобы очистить немножко свое лицо ну и после этого вы естественно намажите свое лицо кремом если вы накрасили очень красиво свои ногти не забудьте смазать кремом для рук в этом видео еще раз я напомню показала вам помощников которые вам пригодятся того что подготовиться к школе и также вы сделаете уже свой выбор что вам нужно использовать из косметики и просто вам дала подсказку а дальше вы уже должны сами как-то немножко под задуматься что вам больше подходит и какой вариант макияжа но не забывайте яркий макияж не приветствуется только нейтрально и не забудьте ноготочки яркие лучше стереть все счастливого а